И пока меня не расставали, я наблюдала, как СМИ реагируют на аресты Нади и Маши. Ну и потом тоже сейчас я вижу, как, собственно, на них реагировали, когда мы трое сидели в СИЗО. Ну и тоже сегодня было видно, как описывали суд Маши. И это действительно очень странный взгляд, потому что, во-первых, в нас не увидели художниц, и в нас не увидели авторов. Но никто, собственно, ну практически никто из граждан России не поверил в том, что это эмфемистское искусство, и что, собственно, мы являемся авторами группы «Пассирайт», и это был осмысленный художественный жест. Это не была просто такая неудачная протестная акция против Путина, это была осмысленная эмфемистская акция. И она очень хорошо встраивается, на самом деле, в традицию феминизма, и эмфемистское искусство. Вот, но, к сожалению, в СМИ и даже, ну, собственно, люди, которые были приближены группе, приближены к девушкам, начали совершенно по-другому все это подавать. И здесь все разделилось как бы на два направления. Первое – это люди, которые были как бы, да, официально в настроении группы, официальная защита. Она попыталась как-то представить образы девушек, ну, в основном Наде и Маше, таким как бы удобным, комфортным способом. То есть сразу начали искать какие-то детали биографии, которые бы, ну, смягчили что-ли действие. То есть сразу же как-то попытались все представить, что, оказывается, мы все чуть ли не православные верующие. Особенно Маша, она оказалась циркуленной верующей, которая очень часто уходит в храм. И на самом деле это не так, потому что я знакома с Машей. И я как бы, да, она, конечно, уважает религию, и она там действительно может заходить в храм по каким-то причинам, например, поставить свечку там за погибшего родственника. Но она не является такой фанаткой, как ее пытались представить. И пыталась представить официальную защиту. И в итоге у нее сложился очень странный образ. Ну, я видела тоже картинки, которые делали в сети, самодельные картинки, которые делали из нас. И самая популярная картинка – это вот какие-то ангелы. И вот ангелы там странно нашлися. Вот, и там максимально, наверное, подходит к вам Саше. У нее такой образ белокурой девушки, такой невинной, очень верующей, которая все время такая очень хрупкая. И еще здесь сыграла роль то, что она пишет стихи. Вот этот факт биографии был настолько утрирован, что из нее сделали просто поэтессу. Профессиональную поэтессу, хотя она говорит об этом просто как увлечение. И как только она это увидела, где-то в СМИ кто-то ей написал, и она увидела, что кто-то даже пытался выпустить сборник ее стихов, официально, прям как книгу, она сразу же дала запрет на выпуск этой книги. Она сказала, что я не поэтесса, и мы об этом разговаривали в Тазаке. Она была этим возмущена. Она говорит, почему из меня делают какую-то, как бы, такую лекомысленную поэтессу, и не понимает, что я, на самом деле, полноценный человек, у меня есть политические взгляды. Она постоянно пыталась из-за этого в суде вести себя как-то более агрессивно, что ли. И, ну, знаете, конечно, сделали тоже такую, как бы, сексапильную девушку. То есть были выбраны, у нее есть разные фотографии, но были выбраны, конечно, самые такие, как бы, сексистские фотографии, по-другому не скажешь. И, естественно, она была подана максимально, как бы, удобно. И тоже она оказалась верующей, и, как бы, тоже она... То есть они обе выглядели, как девушки, которые постоянно извиняются, они верующие, они ничего не хотели никому. И вообще они, как бы, всех любят, и просто просят прощения бесконечную всем. Очень странный образ был создан, хотя я знаю этих людей в жизни, и это совершенно другие люди, очень бойкие, не знаю, моментами агрессивные, да, с здоровой агрессией. И, конечно, здесь, может быть, это была какая-то вынужденная позиция, позиция официальной защиты, но, мне кажется, в этом была некая ловушка. Потому что в итоге из-за того, что был представлен такой образ таких верующих девушек, невинных, хрупких, которые, как бы, не очень думая, пошли в храм, из-за этого, может быть, вот этот эффект оскорбления, он усилился. Людьми, которые действительно почувствовали какой-то дискомфорт от нашего выступления, и они уже были оскорблены даже не тем, что это сделали художницы, феминистки, люди, наверное, сказали, да, мы, наверное, что-то не понимаем в феминизме, они были оскорблены тем, что это сделали верующие люди, высерклённые, которые знают обряды, всё знают, и это сделали осознанно. И непонятно, почему они это сделали. И потому что в суде не очень сильно проговорился феминистский момент акции, потому что на самом деле он был важен. И, естественно, мы это сделали, потому что на обойне с Илье запрещено быть женщиной. В церкви, именно РПЦ, запрещено очень много женщин и очень специфическое отношение к женщинам. РПЦ помогло принять такие законы, как теабортный закон, были попытки принять дресс-код для женщин, ну, то есть какие-то унизительные законы. И в итоге здесь даже в правом поле вышла какая-то странная ситуация, то есть как будто бы речь шла не о правах человека. Ни разу в суде, насколько я помню, не акцентировалась на правах человека. Всё время говорилось о том, что верующие, что не хотели меня оскорбить, что извиняемся, этическая ошибка. И да, действительно оскорбили, какое-то частичное признание вины было. И в итоге это сыграло, видимо, нам, наоборот, во зло. И за этого, ну, этим просто воспользовались РПЦ, этим воспользовались власти. И вот интересно увидеть, что, например, второе направление, вторая линия, которая шла параллельно с этим, с официальной линией защиты, линия обвинения, они тоже рассматривали участниц группы, тоже как такой сексистский взгляд. Выискивались такие факты биографии, как, например, акции группы «Война» в биологическом музее. И это всё подавалось, что это, естественно, всё три девушки, и они просто настолько развратные, что они просто мечтают каждую минуту зайти в какое-нибудь общественное место и заняться сексом в самых неприличных позах. Ну, то есть здесь обратный какой образ сексистский был сделан, не невинных, как бы глупых девушек, а наоборот таких развратных каких-то путан. Вот. И в итоге вот эта разница огромных вот этих двух линий, она как бы просто максимально увела людей от того, что представляют из себя в действительности люди. Например, вот сегодня я видела, что писали о Маше. Вот как только она появилась в суде, все начали её фотографировать и начали писать там Маше, да, там Маша появилась. И многие начали её называть Маруся. И вот это тоже меня немножко задевает, потому что я знаю Машу, она никакая не Маруся, это точно совершенно. Это умный человек, она насчитана. Она очень уверенно говорит, она иногда очень жёстко говорит, у неё аналитические мышления, и она совершенно не похожа на этот образ. То есть такое ощущение, что это была опять какая-то странная такая сделка над ней, из-за её внешности. Вот. Также здесь тоже такой интересный момент был. Был такой навязан, я бы сказала, комплекс недостаточной устойчивости. Так как определённо считается, что девушки, да, они вроде бы не должны справиться с такой ситуацией, потому что тюрьма, они должны сломаться. И из-за этого был такой эффект, это обсуждалось на Наде и Маше, потому что у них дети. У меня всё-таки не было таких проблем, меня особо не обсуждали. Ну, видите, а их обсуждали. И из-за этого они вообще не говорили о своих детях. И даже на сегодняшнем суде Маша ничего не сказала о своём ребёнке. Это в принципе удивительно. То есть есть какой-то запрет говорить о своих детях. Она не сказала о том, что там, я скучаю по своему сыну, я не могу его там, просто не могу без него жить. Хотя она, как бы, нам говорила это в автозаке. Но публично она никогда этого не скажет. Потому что ей скажут, ну, это сломалось, или там, как постоянно пытаются писать о ней, возможно, из-за её внешности. То, что вот она сломалась, то, что она попала в одиночную камеру, естественно, это тоже было протерпетировано так, что она слабая, как бы у неё что-то происходит, и она уже не удерживает. Хотя это совершенно не так. У меня с ней была видеосвязь. Правда, она длилась недолго, у нас вырубили. Но она была очень бодрая, она шутила, она была очень активна. То есть она совершенно не сломалась. Она, наоборот, там построила всю колонию. То есть она каждый день вызывает каких-то правозащитников, пишет какие-то письма, рассказывает о жизни в колонии с точки зрения нарушения прав людей. То есть она постоянно на этом акцентирует. Её, главное, волнует даже не её права, а права других заключённых, заключённых женщин. Потому что она видит, что у неё всё в порядке, но более-менее, да, за ней сидят. А вот с другими огромная проблема. И она об этом говорит. И даже она понимает, что и взыскание начинает делать, её там пытается потопить. Ну вот сегодня это повлияло, собственно, на решение суда. Естественно, огромное количество взысканий. И суд максимально акцентирует на этом. На стороне обвинения просто говорил только о взысканиях. И из-за того, что ей не дали говорить о ребёнке, из-за этого эффекта, что нельзя о нём говорить, это слабость. В итоге говорили только о взысканиях. И решение суда было, естественно, негативным. И то же самое Надя. Она тоже ни разу не говорила о Сугире. И здесь тоже есть такой запрет. То есть, не знаю почему, но, видимо, если ты женщина-художница-фимиска, то тебе нельзя говорить о своём ребёнке. Всё. Всё. Всё.